Максим, если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникает. Иисус везде дал откровение. Не пошатнет ли это христианство? Теоретически нет. Есть, например, у Льюиса космическая трилогия, где он описывает разумную жизнь на других планетах Солнечной системы, при этом вполне в рамках христианского мировоззрения. То есть то, что все это происходит в мире, сотворенном Богом, никак не мешает тому, что жизнь есть на других планетах. То есть, в принципе, открытие жизни на других планетах не разрушит нашу веру. В Библии речь идет о земле, об отношениях Бога с людьми. И там просто ничего не сказано про жизнь на других планетах. Просто это вне пределов интересы библейских священописателей. Если будут найдены, найдена жизнь на других планетах, это не отменяет христианство никак. Другое дело, что все инопланетяне, с которыми мы имели дело когда-либо, это литературные персонажи. Это мегапопулярные литературные персонажи. По интернету пройти нельзя от инопланетян, вам инопланетяне в романах, инопланетяне в компьютерных играх, инопланетяне в кино, их огромные толпы, они очень разные, их там вообще невероятно много, но все это литературные персонажи, все это люди придумали. Любые попытки найти инопланетную жизнь, более разумную жизнь, не увенчались никаким успехом. Есть там проект сети, ученые сидят и просматривают всю Вселенную через радиотелескопы в поисках каких-то осмысленных сигналов, которые указывали бы на наличие разумной жизни, ничего. При том, что они вот как раз к их большой чести это серьезные ученые, которые, с одной стороны, отчаянно ищут финансирование, с другой стороны, признают, мы ничего не нашли. То есть вот они не поддаются соблазну что-нибудь сфальсифицировать. Вот у нас на РЕН-ТВ, конечно, там опять-таки постоянно какие-то товарищи, которых похищали, там тарелки и так далее, которые с инопланетянами там вообще общались запросто. Но если говорить о сколько-нибудь серьезных, достоверных данных, то никаких данных о существовании разумной жизни за пределами Земли нету. И все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это чисто литературные персонажи пока что. Поэтому такой богословской проблемы пока нет. Это немного напоминает ситуацию с крещением кентавров. У Блаженного Августина спросили, а что делать с кентаврова? Кентавра его можно крестить или нет? Кентавр — это мифологическое существо, наполовину человек, наполовину конь. И, ну, непонятно, если у него бессмертная душа, умер ли за него Христос, надо ли его крестить. И уваженный Августин на это отвечал, что, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Ну, соответственно, нет кентавра, нет богословской проблемы. Нет инопланетян, ну, значит, разговоры об инопланетянах носят чисто, могут носить такой чисто умозрительный характер, чистая игра ума, и никакой богословской проблемы инопланетяне не составляют по причине отсутствия каких-либо данных об их существовании. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok